Дорогие друзья, братья и сестры, давайте мы вместе прочитаем текст Священного Писания. Это Евангелие от Матфея, 12 глава, с 34 по 37 стих. Евангелие от Матфея, 12 глава, с 34 по 37 стих. По рождению Ехидины, как вы можете говорить добрые, будучи злые, ибо от обезбытка сердца говорят уста? Добрый человек из доброго сокровища выносит добрые, а злой человек из злого сокровища выносит злые. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Тема, дорогие друзья, братья и сестры, сегодняшней моей проповеди будет такова. Состояние сердца обнаруживается через слова. В этом прочитанном тексте Священного Писания мы видим заявление, которое сделал наш Господь Иисус Христос, обличая фарисеи. Слова, они играют важную роль в нашей жизни. Но многие люди, к сожалению, так не думают. Слова, они созидают или разрушают нас. Слова исцеляют или делают нас больными. Согласно вот евангельскому учению, слова разрушают или делают нас полными радости жизни, счастья и здоровья. Слова, которые были сказаны вчера, создают нашу жизнь сегодня. Наши уста, словно канал, через который проходит то, что находится внутри нашего сердца. И об этом Иисус Христос сказал в Евангелии Матвея, 12 глава, мы уже читали, еще раз прочитаем 34-35 стих. «Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». Зарождается все в сердце человека. А через уста человеческие все озвучивается. Сердце человека – это есть величайшая тайна. Но когда человек начинает говорить, то его слова позволяют определить нам, кто на самом деле этот человек. Он или мудрый, или не мудрый. Достойный уважения или лукавый человек. Лживый или просто пустой. Как бы человек не пытался скрыть свою суть, слова всегда выдадут его, каков он есть на самом деле. Сердце человеческое, дорогие друзья, упоминается несколько сотен раз в Священном Писании. Но что такое в сердце в духовном понимании, в чем заключается его значение и важность – это для нас очень и очень важный вопрос. Сердце человека в Слове Божьем считается своего рода центром контроля, который несет ответственность за принимание нами решения в нашей жизни. Поэтому, когда мы читаем о сердце человека в Слове Божьем, то речь идет о том месте, где находится наша человеческая воля, наше намерение, которое является источником наших мыслей, наших поступков, а также наших слов. Таким образом, наше сердце – это наша человеческая суть, это то, кем мы на самом деле являемся как личность. Наше сердце – это то, что по сути мы сами выбираем, что нам делать, добро или зло в нашей жизни, наша совесть всегда посылает нам сигналы о том, что правильно и что неправильно. И наше сердце побуждает нас сделать выбор – в сторону добра или в сторону зла. Сердце, дорогие друзья, братья и сестры, которые имеют связь с Богом, выбирают всегда добро. Сердце человека, которое открыто для греховных источников, поддается всякому нечистому влиянию, становится слепым и теряется, когда наступает необходимость отличить добро от зла. И Иисус Христос очень ясно учит, что состояние сердца человека обнаруживается через наши слова и наши поступки. И Иисус Христос объясняет нам, что злые поступки коренятся в сердце, то есть во внутреннем нашем человеке. И мы читаем Евангелие, Матфея, 15 глава, 19-20 стих. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, же свидетельство, хуление – это оскверняет человека». Эти слова Иисуса Христа помогают нам понять, что нечистивые поступки не бывают просто самопроизвольными или бесопочвенными, а не результаты скверняющих в сердце наших мыслей, тайных наших желаний, а также, может быть, каких-то наших фантазий. Сколько слов человек говорит ежедневно? Есть разные исследования по этому вопросу. Кто-то может придерживаться такого мнения, что женщины больше говорят, чем мужчины. Но во многих источниках можно найти такие цифры, что женщина в течение дня произносит 24 тысячи слов. Мужчина – всего лишь 7 тысяч слов. Из-за этого вытекают различные шутки, анекдоты, когда мужчины смеются или высмеиваются, что женщины очень много болтают, когда они занимаются делом или когда просто бывают на своих посиделках. А женщины отвечают, что мужчинам надо повторять все дважды, а то и трижды, чтобы до них дошло, именно поэтому им столько нужно говорить и произносить этих слов. Конечно, дорогие друзья, братья и сестры, не так просто посчитать количество слов, какие мы говорим ежедневно. Иногда мы внимательно следим за своей речью и говорим продуманные слова, но очень часто мы не задумываемся над тем, что мы говорим, и слова льются из нас, как река или как проливной дождь, который никто не может остановить. Мысли человека и их влияние на нашу жизнь. Это очень важно, дорогие друзья, братья и сестры, посмотреть на этот вопрос. Некоторые думают, что человеческие мысли очень тяжело контролировать, что эти мысли приходят неизвестно откуда, я могу только эти мысли развивать и больше ничего. Но мы знаем, что из-за слов разгоряются войны, рушатся семьи, расстаются друзья, а также мы знаем, что слова также могут потушить конфликт, примирить врагов. Есть слова, которые убивают нас, но есть слова, которые исцеляют и спасают нас. Ответственность за слова несет человек. Поэтому, дорогие друзья, братья и сестры, мы должны это понимать, что за слова мы несем ответственность. В связи с тем, что слова так важны в нашей жизни, поэтому Священное Писание призывает нас не пустословить и не говорить праздные речи. Матфея 12 глава, мы уже читали этот текст, 36-37 стих, еще раз прочитаем. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудиться. Это значит, дорогие друзья, братья и сестры, нам не надо давать необдуманных обещаний, которые мы не можем выполнить, не лгать, не преувеличивать, также не роптать и не оскорблять и не сквернословить, потому что все это является грехом. От всех этих негодных слов Священное Писание нас сегодня очень и очень серьезно предостерегает. Мы читаем ее, читаем Ефесянам, 4 глава, 29 стих. 29 стих. Никакое слово, никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только добрые, для наседания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающих. Священное Писание говорит, что быть благочестивым невозможно, если не мы не будем обуздывать свой язык. Об этом нам говорит апостол Иаков, 1 глава, 26 стих. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Эти слова и другие тексты Слова Божья побуждают нас сегодня внимательно относиться к своим словам и быть сдержанным в своих речах. Слова человека и их влияние на жизнь. Многие христиане сегодня ведут себя, как будто их слова не имеют никакого значения и смысла в их жизни. Но в Слове Божьем мы множество раз видим, как оно подчеркивает, что наша речь и наши слова это ценный подарок от Бога, которые могут определить наше будущее и сегодняшнее положение. И к Ефесянам, 5 главе, в 1 стихе апостол Павел призывает нас, чтобы мы в своей жизни всегда подражали Богу. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное. В чем же мы сегодня, как верующие люди, можем подражать Богу? Подражать мы Богу должны в том, как Он думает, что Он говорит и что Он делает. И об этом нам говорит Священное Писание. В притч мы читаем, 18 глава, 21 стих, что во власти языка находится смерть и жизнь. Смерть и жизнь во власти языка. И любящие его вкусят от плодов его. То есть наши слова либо ведут нас к духовной смерти, либо к счастливой и праведной жизни в Иисусе Христе. Поэтому, дорогие друзья, братья и сестры, любящие говорить разные слова, увидят либо хорошие плоды, либо плохие плоды в своей жизни. Интересно заметить, что Иисус Христос несколько раз говорил в Своих проповедях, что мы будем судимы за наши слова. Матфея, 12 глава, 36 стих. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, они ответят в день суда. А вот апостол Иаков, 3 глава, 2 стих, пишет, что человек, который научился сдерживать свои слова, сможет управлять всем своим телом, ибо всем и много согрешает. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуждать все тело. Поэтому мы должны быть очень осторожны в своих словах. И к ним мы должны относиться очень и очень осторожно. Кто нами управляет? Нами управляют наши слова, или мы управляем нашими словами. Поэтому Бог нам дал уста, чтобы мы, братья и сестры, говорили только добрые, хорошие слова, которые ведут нас к мудрой, чистой, мирной, скромной и послушливой, полной милосердия и добрых плодов, беспристрастной и нелицемерной жизни во Христе Иисусе. Именно такая христианская жизнь позволит нам жить в мире и радости и приносить нам много хороших плодов правды. Об этом говорит нам Слово Божье. А сейчас я хочу остановить внимание на новом сердце, потому что новое сердце – это новые слова в нашей жизни. Человек, будучи пораженным через грех первых людей Адама и Евы, получил наследство испорченную греховную природу. И эту греховную природу, испорченную природу самостоятельно мы исправить и изменить ее не можем. Но ее может изменить только наш Господь Иисус Христос. И мы читаем Иезекий 36 глава 26 стих «И дам вам сердце новое и дух новый дам вам и возьму из плоти вашей сердце каменное и дам вам сердце плотяное». Подобное происходит только тогда, когда человек принимает Иисуса Христа в свое сердце как своего личного спасителя и рождается свыше от Слова Божьего и Духа Святого. Тогда меняется сама природа человека и он начинает мыслить и говорить по-другому. Он уже не может произносить слова какие-то другие. У него слова благословения потому что в нем живет Иисус Христос. По этому поводу апостол Павел пишет 2 Тимофеи 3.17 «Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Слово Божье говорит нам чтобы мы больше всего хранили свое сердце. Притч 4 глава 23 стих «Больше всего храни сердце твое потому что из него источник жизни». Богу настолько важно то что дорогие друзья братья и сестры происходит внутри нашего сердца что наше духовное состояние зависит от того что находится внутри человека и что мы говорим и вот что мы верим Римлянам 10 глава 9 стих «Ибо если устами твоими будешь исповедовать и Иисуса Господом и сердцем твоим веровать что Бог воскресил его из мертвых то спасется». Господь Иисус Христос обращает очень большое внимание на то что мы говорим и вот что мы верим только Бог единственный сердцевидец и Он один видит что внутри нашего сердца А теперь давай посмотрим как мы можем охранять наше сердце как мы можем контролировать состояние нашего сердца это очень и очень большой вопрос можем ли мы вообще решать что впускать в наше сердце а чего не впускать в наше сердце обратим снова обратимся опять к тексту священного писания пред 4 глава 23 стих больше всего хранимого храни сердце твое потому что из него источник жизни здесь мы видим повеление хранить свое сердце чистым потому что оно является источником жизни Бог велит нам охранять тот что принадлежит нам Он поручил это делать нам и наделил нас для этого властью значит это мы можем делать это значит что мы сами являемся сторожами свое сердце а как это делать и вот псалмопевец говорит об этом в 118 псалме 9 стихе как юноши содержать чистоте путь свой хранением себя по слову твоему поэтому давайте дорогие друзья братья и сестры сделаем все возможное чтобы сохранить свое сердце в чистоте и святости ведь это влияет на наше отношение с Богом если наше сердце чисто то тогда все что происходит в нашей жизни оно является чистым если же наше сердце не чисто тогда все исходящее из него будет нечистым наши поступки являются результатом того чем наполнено наше сердце Иисус Христос очень ясно говорит от Матвея 12 глава 34 и 35 стих добрый человек из доброго сокровища выносит доброе а злой человек из злого сокровища выносит злое ибо от избытка сердца говорят уста а вот такой вопрос что представляет собой сердце человека в духовном отношении какое воздействие оказывает духовное сердце на наше духовное здоровье и в Луке мы читаем 6 глава 45 стих такие слова добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое ибо от избытка сердца говорят уста его для успешного возрастания в благодати божьей необходимо нам прилежно хранить свое сердце в чистоте и святости по своей греховной природе сердце человека является пристанистем нечистих мыслей греховных страстей поэтому мы больше всего должны хранить свое сердце потому что оно является источником нашей жизни что показывает каким является состояние духовного нашего сердца это наши плоды нашей христианской жизни именно они показывают какое духовное состояние нашего сердца Матфея 7 глава 20 стих Иисус Христос говорит так и так по плодам их узнаете их а в Евангелии от Матфея 15 глава 18-19 стих мы читаем здесь такие слова а исходящие из уст и сердце исходит с ее и оскверняет человека ибо из сердца исходят злые помыслы убийства прелюбодеяния любодеяния кражи лжесвидетельства хуления за мыслями нужно дорогие друзья братья и сестры очень строго следить потому что даже одна нечистая мысль оставляет глубокий след в нашей душе если же наши мысли чистые и святые то и мы благодаря им дорогие друзья братья и сестры делаемся лучше благодаря им наш духовный пульс начинает работать чище и он держит в норме работу нашего сердца благодаря им наша духовная сила укрепляется для совершения добра и служения Богу в чистоте и святости это как одна капля дождя орошая землю приготовляет путь для другой капли так и одна добрая наша мысль приготовляет путь другой доброй мысли мы создаем свой портрет не только словами и поступками но и своими мыслями как какое же есть духовное средство от духовной болезни сердца что нам следует делать для того чтобы получить подлинное исцеление наше духовное исцеление нашего сердца в псалме 31 5 стих мы читаем но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего и сказал исповедую господу преступление мое и ты снял с меня вину греха моего а в послании иоанна 1 глава 1 глава 9 стих апостол иоанн пишет такие слова если исповедуем грехи наши то он будучи верен и праведен простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды Бог требует от нас чтобы мы исповедовали свои грехи смирялись перед ним своим сердцем это и есть дорогие друзья средство для того чтобы лечить духовную болезнь нашего сердца нам нужно хранить свои уста всегда в чистоте мы обязаны хранить свои мысли в чистоте потому что из них формируются наши поступки и наш характер необходимо нам бодрствовать в нашей жизни над нашими мыслями потому что это потому что от этого зависит наш характер нашего человека кем он становится для окружающих людей прежде написано 23 глава 7 стих каковы мысли в душе таков и он слово божье говорит нам о том что истинно и что ценно должно быть для человека и это определяется о том о чем мы мыслим почему дорогие друзья братья и сестры такая незначительная неуловимая вещь как мысль и она так много значит в нашей жизни ведь мысли мы не видим не можем ее попробовать она так крепко спрятана в извилинах нашего мозга что ее никто узнать не может какова она но когда мы начинаем говорить она дает нам знать каковы мы являемся на самом деле мы очень немного знакомы дорогие друзья братья и сестры с историей допотопного мира но вот за что он был уничтожен этот допотопный мир написано в священном писании очень довольно предельно и ясно бытие 6 глава 5 стих и увидел Господь что велико развращение человеком на земле и что все мысли и помышления сердца их были зло во всем время первые люди позволили нечистым мыслям настолько овладеть ими что не оставалось другого выхода кроме как их уничтожить нечистивые мысли привели к развращению людей и к полной их погибели поэтому дорогие друзья братья и сестры когда мы думаем и мыслим но ведь никто же не знает о чем я мыслю и как и мы их развиваем но если мы посмотрим серьезно на нашу жизнь то эти же мысли о чем мы когда-то мы думали дают результаты в нашей христианской жизни именно мысли и разум человека и есть то великое поле битвы где каждый день ведется сражение не на жизнь а на смерть наши поступки не всегда являются свидетельством искренности сердечных наших намерений люди научились думать одно а на деле говорят совершенно другое не правда ли братья и сестры как часто люди говорят с человеком и они ему льстят а в сердце своем о нем думают и другие у них мысли не так ли мы с нами Анатолий Павлович как ты хорошо сказал порубить а мыслим могут быть совершенно другие я не говорю обо всех но я просто привел пример так часто если с Анатолием Павловичем мы так не разговариваем то с другими людьми можем говорить так и поэтому дорогие друзья это очень важно ведь мысль не просто пришла и ушла она всегда приносит свои плоды в нашей жизни рано или поздно это будет поэтому мы должны правильно выслить об этом призывает апостол Павел Филиппийцем 4 глава 8 стих Что нам необходимо иметь приобретение и способности контролировать эти мысли? Это нужно сделать правильный выбор, объект для нашего размышления. Увы, как часто весь день наши мысли заняты судьей той, как нам успеть сделать то или другое, и не забыть купить то или продать что-то. Но когда мы приходим домой, то у нас появляется очень смутная мысль о том, чтобы хорошо было бы почитать Слово Божье вместе со своей семьей, порассуждать о духовных важных ценностях. Но эту мысль тут же пленяет другая мысль. А что там сегодня делается в этом мире? Мы включаем телевизор или компьютер и погружаемся в мир катастроф, насилия, обмана, измены власти и различных бедствий, и забываем почитать Слово Божье. Да, мы очень часто пленяем свои мысли, но, к сожалению, не в послушании к Христу мы их пленяем. Поэтому давайте научимся исполняться всею полнотою Божьей, чтобы Господь мог сделать несравненно больше в нашей жизни, о чем мы просим и о чем мы помышляем. Наши слова, они больше, чем звук, потому что каждое слово имеет значение. Слова сообщают предметом наименования, придают им характеристики. В каком-то смысле именно слова делают вещи тем, чем они являются, отражают их назначение и смысл. Произнося слова, мы не просто создаем колебания воздуха, мы передаем смысл, который они несут, определяем какие-то есть вещи. В связи с этим, священное Писание призывает нас быть особенно сдержанным в своих словах, более слушать, чем говорить. Иакова 1 глава 19 стих. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скоро на слышанье, медленно слова, медленно на гнев. Есть интересное замечание по поводу слов и речи у мудрого Соломона в книге Придж, 17 глава, 28 стих. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои благоразумным. Слова человека высказывают его глупость или мудрость. Поэтому мы должны быть аккуратны в обращении со своими словами. То есть, это говорит, если мы аккуратны со своими словами, это говорит о том, что это есть признак нашего благоразумия. Призыв Слова Божьего правильно использовать слова в нашей христианской жизни. Слова христианина должны созидать, а не разрушать. То есть, доставлять благодать слушающим. В этом тогда, дорогие друзья, братья и сестры, мы становимся похожи на Бога, Который творил мир словом своим, Который внимательен к своим словам. Он не лжет, но выполняет все свои обещания. У Господа нет просто пустых слов. Не должно быть их и у нас, как у христиан. Они должны быть приправлены солью. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Об этом говорит апостол Павел Колоссянам 4,6. Мы должны понимать, какую силу имеют наши слова. Поэтому должны использовать их правильно в своей христианской жизни. Причем мы читаем такие слова. 16 глава, 24 стих. Приятная речь – сотовый мед, сладкая для души и целебна для костей. Каждое слово, которое мы произносим в своей жизни, оно фиксируется на небесах. Однажды нам будет представлено время отчитаться за свои слова перед Богом и за свои мысли, которые были в нашем сердце. То, дорогие друзья, братья и сестры, лучше сейчас думать, что говорить, чтобы потом не краснеть от стыда пред престолом Божьим. Вот такое повышенное внимание объявляет слово к сердцу человека и к его словам. Почему? Потому что они передают смысл нашего сердца. Они, слова, влияют на других людей, а также и на нас самих. Поэтому, дорогие друзья, братья и сестры, мы можем сегодня также присоединиться к молитве псалмопевца. Мы читаем Псалом 18, 15 стих. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоразумны перед Тобою. Господи, твердыня моя и избавитель мой. Поэтому пусть это будет наша молитва. Будем молиться. Дорогой Господь, мы стоим сегодня пред лицом Твоим и благодарим Тебя за слово Твое, которое Ты говорил к нашим сердцам. Ты сегодня через слово в собрании святых обращался к тому, чтобы мы посмотрели на свое сердце, что там находится в нашем сердце. Хорошие слова, хорошие мысли, которые должны прославлять Тебя и быть полезным для окружающих людей. Или в нашем сердце грязные слова, грязные мысли, которые, Господи, не приносят благословения ни нам, ни окружающим и не прославят Тебя. Поэтому мы молим Тебя, Господи, пусть наши уста будут очислены Тобою, чтобы наши слова были святы пред Тобою и приносили благодать слушающим. Слава Тебе за всем. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...